МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При рассмотрении вопроса об ответственности Рашкина, главным является вопрос о наличии его вины. В уголовном кодексе называются две формы вины, умысел и неосторожность. По статье 258 кодекса лицо может привлекаться к ответственности лишь в случае, если незаконная охота совершена с прямым умыслом. То есть лицо сознает, что совершает незаконную охоту и желает этим заниматься. Однако Рашкин был убежден, что действует правомерно в силу имевшейся договоренности с местными жителями об участии в коллективной охоте. Представленные материалы в уголовное дело эти его показания никак не опровергают. На борьбу с Рашкиным брошены серьезные силы, ночью сразу после выстрела рядом с Лосем оказалась оперативно-следственная группа в составе четырех сотрудников из соседнего района, два сотрудника ГИБДД, три сотрудника охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, двое понятых, операторы, репортеры и лица ведомственной принадлежности, которых не была установлена. В состав следственной бригады, которая проводила первоначальные следственные действия, вошло 20 следователей, в том числе следователей по особо важным делам. В настоящее время дело находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Такое сосредоточение правоохранительных сил до совершения лицом деяний и после свидетельствует о том, что данное уголовное преследование имеет политически мотивированный характер. Генерал Андреевич Дюганов справедливо назвал это охотой против КПРФ. По мнению фракции, Рашкин наряду с Бессоновым, Левченко, Грудининым, Платошкиным, Удальцовым встраиваются в колонну лиц, подвергнутых политическим преследованиям в условиях современной России. Теперь о некоторых процессуальных аспектах наших предложений. Первое. Оснований для дачи согласия на возбуждение дела нет. Дача согласия на возбуждение дела в данном случае с большой вероятностью повлечет обвинительный приговор, так как ни один следователь, судья или прокурор при таком решении Госдумы не рискнет оправдать депутата. На сегодня расследование дела Следственный комитет может продолжать, как осуществлял его до обращения в Госдуму, то есть в том же режиме, но даже если депутаты придут к выводу о наличии признаков преступления в действиях Рашкина, то они все равно вправе отказать от дачи согласия, просто-напросто простив его. В его действиях следствие усматривает состав нетяжкого преступления. До этого всегда обращались в Думу по поводу тяжких преступлений, особо тяжких. Отказав от дачи согласия на возбуждение дела, Дума может в последующем, по результатам расследования, которое, естественно, не прекращается, по представлению прокурора рассмотреть вопрос о привлечении депутата в качестве обвиняемого. И так Дума делала в прошлых созывах. Второе. Надлежит отказать в даче согласия на производство обыска в занимаемых Рашкиным жилых и служебных помещениях. Основанием производства обыска по закону является наличие достаточных данных, полагать, что в каком-то месте или у какого-то лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Основания для обыска в постановлении прокурора не упоминаются. Между тем, перечень помещений, подпадающих под понятие занимаемых депутатом, весьма широк. Это помещение в Государственной Думе, здание Центрального комитета партии, помещение Московского горкома партии, помещение приемных депутатов и другое. Трудно представить, что можно искать в этих помещениях применительно к выстрелу в Саратовском лесу, при том, что с этим выстрелом вообще-то все ясно. Дальше разрешение на производство обысков во всех помещениях Московского горкома компартии означало бы разрешение на организацию репрессий в отношении крупнейшего в стране общественного образования. У фракций возникает вопрос, не является ли все это продолжением репрессий в отношении московских коммунистов, которые массово незаконно задерживались по результатам публичных акций в конце сентября текущего года. Кстати, 5 октября Зюганов направил министру внутренних дел, генпрокурору и президенту России обращение по поводу этих событий, однако ответы во фракцию по сей день не поступили. И третье. Госдума должна отказать в даче согласия на применение к Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий. Очевидно, что для полного и объективного расследования дела о незаконной охоте эти запреты совершенно не нужны. Они могут понадобиться лишь для нейтрализации Рашкина как политического деятеля. Мы также не можем поддержать предложение о даче согласия на привлечение Рашкина к административной ответственности, налагаемого в судебном порядке. Депутату вменяется невыполнение требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в то время, когда он управлял транспортным средством. Конституционный суд РФ обращает внимание на то, что неприкосновенность, парламентский иммунитет, закрепленный в статье 98 Конституции, один из основных элементов статуса парламентария, важнейшая правовая гарантия его деятельности. Она не является личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, призвана служить публичным интересом, ограждая парламентария от необоснованных преследований, способствуя его беспрепятственной деятельности и тем самым парламента их самостоятельности и независимости. Обращаю внимание на то, что по закону депутат Госдумы не может быть подвергнут личному досмотру. В данном случае вполне уместна аналогия, по смыслу которой депутат не может быть подвергнут и медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения. Фракция полагает, что голосование по проектам постановления Госдумы должно проводиться тайно. И, уважаемые коллеги, отвечу Атаре Иоанновичу относительно того, что наше или не наше дело оценивать доказательства. Конечно, наше дело оценивать доказательства, но в разумных пределах, потому что если их не оценивать, тогда мы должны автоматом дать согласие, ни во что не вникая. Пришел документ, давай согласие, все. Я прошу депутатов не поддерживать это представление. Редактор субтитров А.Семкин